приветствую вчера я сделал большое видео там больше 20 минут посвященная разбору вот того законопроекта точнее говоря анонса который сделала безуглая которая рассказала что будет законопроект оба про отмену отсрочек про новые полномочия тцк сп про обязанности новые обязанности мужчин и вот многие мне написали что видео большое лучше с ними покороче про отсрочки собственно говоря это и делаю сейчас будем разбираться с вопросом отсрочек для этого мы должны обратиться так сказать первоисточнику и будем смотреть подробно разбирая пост безуглой по поводу того у кого отменят отсрочки вот этот пост ссылочку на него естественно оставлю в описании к видео и вот листаем смотрим как раз то то что беспокоит больше всего вот пункт 6 до который как раз касается отмены отсрочек смотрите что она пишет зменшуется пола громадян деки мают право на вид строчку по догляду за особой с инвалидностью першой та другое группы або яка потребует постійного догляду до членів с семьи першого ступеня споряднення та усунення можливостей ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фиктивного догляду за особами які його потребуют ну как они будут усувати цим можливостей это вопрос потому что ну если человек нуждается в догляде ему оформляют уход да там и сейчас как мы знаем приходят комиссии проверяют это все но видимо порядок будет усложнен что она дальше поясняет что на сегодняшний день право на отсрочку имеют лица которые осуществляют догляд за батькам и дружины человека админом и предбачается еще право на вид строчку будут матов особи яки доглядают только за своими батькам и вот здесь мне кажется что она немножечко спутала потому что она здесь объединила первую вторую группу с доглядом совсем и у меня есть подозрение что здесь вопрос будет какой у нас по абзацу десятому как мы знаем есть отсрочка на том основании что у тебя тесть теща являются инвалидами первой либо второй группы при этом не важно там осуществляешь ты уход не осуществляешь нуждаются они в уходе не нуждаются если у тебя есть либо теща с инвалид не имеют инвалидность второй группы или первой у тебя отсрочка вот я так подозреваю что этот момент будет снят и соответственно отсрочка будет тем у кого родители с инвалидностью первой либо второй группы догляд что касается догляда по догляду кола оси вот внизу идет кола оси бьетки мают право на вид строчку по догляду за особой с инвалидностью першой так другой группы або особо яка за висновка мсек потребует постойного догляду в меньшину до членов семьи першого ступеня спорядины батьки та батьки чоловека дружины диты диты чоловека дружины у том числе усыновлены и кстати здесь почему-то она пропустила ситуацию муж с женой например если муж осуществляет уход за женой я надеюсь это случайная ошибка и не будут мобилизовать того мужчину который осуществляет уход за своей женой потому что но это нонсенс был бы конечно вот тут вопрос у вас возникнет а почему мсек ведь мы знаем что на сегодняшний день в законе указано про заключение лкк его было достаточно вопрос возможно а мы помним с вами что министерство здравоохранения говорила что мы там поменяем структуру мсек все будет работать по-другому вот возможно она начинает работать по-другому и возможно теперь заключение о том что человек нуждается в уходе будет давать мсек будем следить будем следить будем смотреть с другой стороны мы понимаем ну насколько я понимаю марьяна безуглая все-таки не юрист и возможно здесь вот ну писала такой анонс и скажем так не нужно его рассматривать как юридически достоверную информацию поскольку тут я думаю целей таких не ставилось дальше пункт 7 ой пункт как пункт 7 прошу прощения вот можешь я пропустил я пропустил да вот этот момент военно обязаны которые имеют жену из числа лиц инвалидностью третьей группы втрачают право на вид строчку то есть теперь если жена у вас имея третью группу все это уже не инвалидность и я сейчас представляю как наверное со вчерашнего дня уже выстроились там очереди на границе из тех мужчин которые думали что у них есть отсрочка да а теперь скорее всего они будут уезжать тоже вопрос сомнительный очень зачем государство это делает ведь тем более вы анонсируете это а это значит что что вот эти люди сейчас просто выйдут из страны заберут родственниками будут уезжать зачем мы это делаем зачем мы это дим мы же не увеличим таким образом количество людей которых можно призвать ну не увеличим мы просто увеличим количество людей которые выйдут дальше седьмой пункт изменюется порядок на даня вид строчка вид призову громадянам кисду бывает перед высшую то высшего свиту на сегодняшний день как мы с вами знаем все студенты имеют отсрочку от воинской службы во время мобилизации от призыва аспиранты докторанты все имеют теперь они говорят мы уберем уберем эту отсрочку да и мы знаем что есть законопроекты 96 72 их там несколько 96 72 2 по моему и три есть и эти законопроекты устанавливали что там возрастной ценз во первых да там 30 лет но первичный 96 72 устанавливал 30 лет плюс к этому говорилось а какой у тебя по счету образования мол если первое на этом уровне токи если это второе то уже не окей отсрочки у тебя не будет я напомню что там комитет по евроинтеграции это комитет верховной рады дал негативное заключение по этому закону и сказал что нельзя устанавливать вот такие возрастную дискриминацию они решили что это дискриминация что это нельзя делать и вопрос конечно возникает если мы идем в европу то действительно ли мы можем дискриминировать людей по возрасту также здесь хочется добавить следующее вот здесь в восьмом пункте есть есть перечень лиц которые теперь будут брать на воинский учет и если эти лица раньше они ну не то чтобы отсрочку имели да они в принципе были непризывными то теперь получается эти люди будут призываться и ставится на воинский учет и тоже вопрос здесь есть как это будет выглядеть ведь посмотрите здесь кто здесь граждане которые до набутя громадянства украины пришли войсковую службу и инших державах то есть теперь их могут призвать и сказать что ну раз ты гражданин украины соответственно будь добр и вопрос по людям которые были осуждены вот здесь вопрос но никакой конкретики нет но есть уже такое подозрение что те лица которые исключались воинского учета в связи с тем что они тяжкие особо тяжкие преступления совершали отбывали наказание до этих людей не призывали то теперь что мы их тоже будем призывать так они же исключены с учета но вот здесь открытый вопрос потому что в этом посте конкретики нет хочу обратить ваше внимание на то что вот то что мы сейчас разбирали это всего лишь пост фейсбуке это даже не законопроект пока еще этого законопроекта нет и делать какие-то заранее выводы очень сложно и вы же видите там формулировки такие размытые и сделать какой-то четкий однозначный вывод юридически здесь очень сложно будем ждать законопроект сам как только он появится я обязательно сделаю максимально быстро постараюсь сделать видео который в котором подробно разобрать что как кому ожидать и какие соответственно планы строить ну а на этом у меня все если вы считаете что данное видео было полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой youtube канал также подписывайтесь на мой телеграм-канал ну а я вам желаю удачи благополучия и конечно же мира пока пока